Вот вы знаете, я сразу стала, у меня же папа Бондарчук, он родился под Херсоном в селе Белозерка. Меня украинцы всегда приглашали туда, я каждые полгода ездила в Украину и, так сказать, в Киев, и выступала на всех федеральных каналах. И сняла Гоголь ближайший, одну из крайних своих картин, вот до «Снежной королевы». Я сразу стала невъездной, невъездной в Украину. Это вот мне, да, внутри себя сказать, так, ты даже на родину отца уже поехать не можешь, тебя запретили. Далее, когда я стала снимать фильм о Крыме и о Украине, я прежде всего поняла, что существует вот этот водораздел людей, которые там остались, но на наших позициях, их не так много, кстати, но они есть. Ко мне в Крым, не ко мне, а на наш «Золотой Витязь», который проводится в Крыму, приехал Алеша Колесник из Киева. Он заслуженный артист Украины. Я говорю, Алеша, тебе не страшно вообще так в Крым приехать? А что, я присягал Советскому Союзу. Вы понимаете? То есть там идет такой страшный информационный напряг на каждого человека. И вот когда мне говорят на федеральных каналах, а я часто выступаю, говорит, Наталья Сергеевна, а вот против вас санкции? А вот как вы считаете, а против Украины надо санкции? Я говорю, ни в коем случае. Ни в коем случае. Их надо звать сюда, приглашать, снимать в картины. Потому что здесь они вот этот флер, вот этот вот жуткий совершенно напряг снимут. Они посмотрят на ситуацию чуть-чуть дальше, и они поймут, что все им лгали. Где враг? В чем он? Почему нищенская сейчас Украина? Кто ее воровывает? Кто ее поставил на карту и разыграл? Понимаете? Там они этого не смогут. Там каждый день идет. Я была, когда в Крыму, у меня телевизор принимал ту сторону, украинскую. И я смотрю, реклама идет их. Значит, их бойцы возвращаются с АТО. Ну, значит, в чистеньких рубашечках, выглаженных. Потом смотрю, значит, их мамочки, то есть жены встречают с цветочками, дети с голубочками. Все, и вдруг раз, и камера пошла наверх. Ну, вы профессионал. Это что? Это хроника? Хроникой можно взять супер-кран. Это постановочный план, причем из известнейшего американского фильма, который выдается людям в качестве того вот хроники возвращения ребят с АТО. Если это стоимость такого ролика, ну, не менее там, я не знаю, 200 тысяч долларов, это самый минимум, самый минимум, чтобы организовать поезд, массовку и так далее, и так далее, дети людей, все это. Значит, кто-то заведомо огромные деньги делает на то, чтобы показать визуально не то, что есть на самом деле. И когда кто-то начинает там снимать то, что есть на самом деле, их просто уничтожают либо физически, либо не дают им делать и так далее. Поэтому, что говорить, идет информационная война, третья мировая, она идет на уровне информационном пока. Ну, я не исключаю ИГИЛ и так далее, я говорю вот об этой истории. Идет дележка мира, идет дележка наших духовных потенциальных сил. Потому что разорвать нас с Украины, вот сейчас им с Украины не удалось, сейчас будут попытка с Белоруссией нас построить. Обязательно, обязательно. Потому что Россия, Украина, Белоруссия – это наша Великая Русь. Это нельзя разорвать. Это наши истоки, это наши общие корни. Но сейчас будут бить именно поэтому. Поэтому надо делать все возможное, чтобы каждый из нас, пусть маленький фильм, но снимет, пусть потом интернет. Понимаете, замалчивать сейчас сложно. Вот я блогер, у меня пять тысяч друзей и восемь с половиной тысяч подписчиков. И когда громили там какой-то город, мне же люди аж по ночам звонят, и я им говорю, миленький, проживите, все сейчас пройдет. Вы только живите, вы только это. Вот это напрямую контакт с людьми, это необходимо. Идет война.